Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. Сегодня мы рассмотрим такой вопрос, о чем плачут блаженные, если само Слово Божие призывает нас к радости и веселью. Действительно, в Евангелии от Матфея, 5 глава, 4 стих сказано «блаженные плачущие, ибо они утешутся». Но в то же время в Священном Писании мы находим такие слова. Книга Второзакония, 28 глава, 47 стиха и ниже. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь. В голоде и жажде, в ноготе и во всяком недостатке он возложит на шею твою железное ермо, так, что измучит тебя». Теперь мы должны выяснить, почему Господь говорит блаженные плачущие и о чем плачут эти блаженные. «Сам Христос и святые апостолы призывают людей к радости». Первая мысль, которая возникает у нас, они плачут о своих грехах. Но эта мысль слишком эгоистична. Хроматий Аквилейский в своем трактате на Евангелии от Матфея пишет «Но скорее он, Христос, подблаженными подразумевает тех, кто стремится загладить собственные грехи слезным плачем или не перестает оплакивать в благочестивом переживании закона несправедливости мира и проступки грешников». «Итак, Господь не без основания обещает столь свято, вы слышите, свято плачущим утешение вечного ликования». То есть такие плачущие не замыкаются в своих собственных проблемах, это было бы слишком эгоистично. Они оплакивают не только свои грехи, но и грехи всего мира. И блаженный ироним Стридонский пишет «Так и Самуил оплакивал Саула, то есть не себя, а другого человека, ибо Господь раскаялся в том, что помазал его, то есть Саула, на царство над Израилем». «Так и апостол Павел говорит, что он плачет и скорбит о тех, кто после прелюбодеяния и осквернения не принес покаяния». В Священном Писании сказано, что время плакать и время радоваться. «Время обниматься и время уклоняться от объятий. Время миру и время войне». Верующий человек, христианин, все соизмеряет в своей жизни с волей Господа, всецело уповая на Него. Когда мы имеем основание для радости, а это основание вечное, та вечная жизнь, которая дается нам во Христе и со Христом, даром и по благодати, мы радуемся. Но когда мы видим, что прежняя наша греховная жизнь нагоняет нас и наносит предательский удар в спину, мы скорбим. И мы всегда, конечно, скорбим за тех наших братьев и сестер, которые спотыкаются и возвращаются к прежнему порочному образу жизни. Мы скорбим и не злорадствуем по поводу падения других христиан, по поводу гибели всего мира, как Христос перед своими страданиями, перед заушанием, оплеванием. Он смотрел на Иерусалим и плакал. На этот город смотрел, который сначала приветствовал его в воскресании, Мясана, вышних сыну Давидову, но через некоторое время этот же город вопил. Распни, распни его. «Посему будем радоваться с теми, кто в радости, и горевать с теми, кто в печали, соизмеряя в каждом случае, как более правильно себя вести». Например, во время похорон мы видим, что когда Христос прибыл в Ифанию, Лазарь, его друг, был похоронен, и Христос узнал об этом, он прослезился. Хотя он знал, что он воскресит Лазаря, но он, скорее всего, прослезился перед той беспомощностью рода человеческого, перед смертью, этим нашим последним врагом. Но Христос одолел смерть и своим чудом воскресения даровал нам жизнь. И не просто жизнь, но, как сказано, жизнь с избытком, которая, начавшись здесь, уже не прекратится никогда, и которая является источником радости для всех верующих. Поэтому в каждом таком случае мы соизмеряем, как себя вести. Впрочем, все происходит не от нашего решения, а от движения нашего сердца. Как от избытка, говорят, уста, точно так же и от избытка любви слезы могут появиться на наших глазах. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах, и берегите себя. Спасибо всех, Христос! Радуйтесь и веселитесь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова